всем привет ребят вот только проснулся сразу стало доступно обновление на нашем сервере и сейчас мы пройдемся по основным пунктам еще сонные заспанные но постараюсь сделать для вас максимум познавательный обзорчик потому что на китае уже обзор был давным-давно и как бы основные нюансы я знаю ну и плюс у нас тут уже более несли ясности по поводу всего так поехали обновляем все обновили сейчас пройдемся по этап на полностью по всем пунктам что нас ожидает и как это обновление вообще повлияет на нашу всю игру ну в принципе каждое обновление влияет еще хуже и хуже ну я считаю это обновление одно из последних которые более действительно интересное для бездонатных игроков почему вот сразу же подсказочка у нас появилась вот такой вот локация конкурс который длится 21 день на китайке она длилась намного дольше с момента обновления у нас получается с момента обновления на китае идет отсчет возможно у нас через 21 день будет следующее обновление пока ничего не понятно но сама суть такие дают перо пироженки тортики именинный торт на награды в событии честь юбилея на пятилетие также такие вот праздничный пончик они чуть чуть реже падают чем пироженки в чем суть обновления собираете меняете на такие вот плюшки фон даже дают парка развлечения я изначально был купил думала это новый фон на китайке но оказалось нет что здесь хорошего есть вот для бездоната во первых для любого игрока это скины эти скины после обнован будем обменивать и улучшать это я тоже сейчас покажу ну то есть я считаю вот это вот самая топовая штучка надеюсь она будет еще то есть можно будет возможность получать для бездонатых игроков собрать хотя бы скин со временем собирать не очень сложно падает там с подземок с волн с пропуском если у вас есть пропуска у вас никакой проблемы собрать это не будет и получить тут получается на 75 осколков ну я считаю это очень большой плюс также здесь есть такие вот тортики особый подарок я называю их тортиков это как там пироженки и прочее здесь падают вот такие вот плюшки но в основном здесь неплохо падают даже самоцвета ну где-то приблизительно три четыре пять тысяч кому как повезет сами как можно будет еще собрать отсюда я постараюсь на своей основе уже максимум показать сколько нужно будет затратить ресурсов чтобы получить эти все плюшки так ну что поехали дальше по списку новый фон пятилетия поехали посмотрим его надеюсь у нас его добавят сейчас 7 часов возможно добавят все плюшки вот так вот выглядит этот фон мы это тоже посмотрим надеюсь он будет он кстати мне больше всего нравится так судя по внешнему виду посмотрим как он будет действие так и блины и действия показал дальше новая функция улучшения облика вот это вот самая интересная штука в этой обнове сейчас покажу почему потому что мы можем улучшать уже наконец-то облики но есть но надо около 300 публик осколков чтобы это все сделать у нас добавилась вот такая вот иконка и мы вот видим сколько у нас кого есть и соответственно мы можем улучшить героя давайте посмотрим до первого героя вот пик фута у меня нету как видите есть франки нажимаем на улучшение вот у нас базовые статы идут талантика и теперь у нас на первом этапе улучшается сила жизнь добавляется надо 10 осколков и 560 кг дальше уже 15 это каждый раз плюс 5 я сделаю вам уже отдельно обзор сколько конкретно какого осколка надо будет точнее что будет улучшать на максимум все 10 левелов но дальше у нас уклонение точность плюс 75 ну неплохо дальше опять атака жизнь но уже надо 25 и 1400 кг в принципе очень интересная тема но опять же для донатов в основном новая область судьбы огненная лыщина как прям фильм сонная лыщина так счет это нападение сейчас посмотрим тоже на китайке я уже смотрел рассказывал до сегодня тоже качать вот такие вот герои нужны у меня уже 4 есть мне надо еще прокачать дракоса и алхимика чтобы на максим прокачать огнекрыла идем посмотрим что у наших героев меняется так давайте так укрытитель чуть-чуть не туда зашел так как не крыл не надо еще вам осколки спалить прежде времени вот обычная форма была вот такая вот десяточка тут у нас добавляется три цели будут получать уже урон плюс увеличивается сам урон принципе больше ничего такого не меняется и тут уже на двенадцатом тоже самое увеличивается немножко урон три цели опять будут получать эти огненные шары это просто жесть это не герой это будет просто ребята жопа так не буду так чтобы вам не палить осколки сейчас покажу следующие героев потому что идет конкурс на на краса так кто там у нас следующий дракос вот такой вот дракос по сути улучшается только статовые параметры ничего интересного нет герой как был принципе бесполезным так и остался дальше у нас был наш укротитель которого мы использовали на архидемой но к сожалению сейчас дойдем до пункта про архи демонов у нас архи демона всех поменяли убрали точнее тут уже увеличивается у него урон был 30 получает 28 стал 30 и тут будет 32 то есть ну как на всех остальных как на том же самом дуре еди немножко сделали улучшение в принципе для архи демон это неплохо если опять же мы будем применять если нет придется этих укротителей сливать так дальше у нас интересно это дракон немножко его изменили но думаю тоже будет очень интересно может и герои будут идут вторую жизнь вот такой вот был у него талантик на десятке 330 процентов снижение скорости атаки скорости движения на 90 на одиннадцатом она же добавляется уменьшение урона что очень круто на 25 и восстановление здоровья удаун 6 секунд и тут уже улучшение еще больше 40 процентов режет входящий и восстановление в районе 900 процентов не знаю посмотрим будет ли это интересно так смотрим дальше кто там у нас по списку идет разруха и алхимик так сейчас найду разруху обновление очень интересно и многих там бомбить что это все херня но мне считают я думаю это одно из интересных последних обновлений которые было так ну разруха тоже как видите меняется его урон стану увеличивается а так по сути отражалка немножко увеличивать скорость атаки на 5 секунд на 55 отражает 55 на одиннадцатом на 90 процентов увеличивается скорость атаки неплохо плюс 45 35 процентов сразу же и отражалка растет принципе он как был бесполезными думаю так и будет так и смотрим последнего это у нас будет алхимик он уносит 580 урона тут тут уже плюс одна цель получается по цели цель которая рядом увеличивается уронов этими героями к сожалению никто не бегает так поехали дальше два новых таланта которых я уже рассказывал их все-таки назвали священный огонь и порочный пакт порочный пакт просто миггинговый талантик обзор на минотавра уже есть можете посмотреть постараюсь на основе еще на других героя по выбивать и показать вам это все один дает увеличение урона и получение урона плюс 20 процентов а увеличение на 150 процентов это просто жесть ребята там очень жесткий талант бывашка просто уже давным-давно будет отдыхать даже трубая сила и священный огонь увеличение защит и увеличение жизни опять же каменка на хрен не нужно придется опять все менять два новых облика анальный командир я таких прозвал их анальный свисток для варлока то есть у нас добавили два новых облика может нам после 8 добавят я уже сделаю полноценный обзор вам на это все сейчас посмотрим они у нас должны быть здесь уже вот так вот афина теперь выглядит что будет давать вам атака плюс 400 и крит удар добавляется плюс 250 она будет очень жестко теперь и давать но варлок жизни атака так вот варлок выглядит с кузом не знаю посмотрим как она будет на самом деле в действии выглядит так дальше новый герой асура которого обзорщик я уже давно сделал интересный очень герой пока сейчас я его выбивать не буду потому что мне надо прокачать изначально судьбу у меня не хватит просто мест на это все вот он так вот выглядит 1 очень интересный имеет он какие-то на принципе бьет 4 цели 480 процентов урона самое основное если он раз включается у него дальше уже умение срабатывает автопроком вот навык активируется действовать один раз на бой если его использовать ставите во вторую линию включается если есть у вас ремочка либо так включается просто офигенно дамажит и рушит все это я уже показывал плюс также он имеет иммунитет к страху оглушению отражает 50 процентов урона будет интересно еще потестировать на нем отражалку как она будет работать так дальше 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 в принципе по основному все так же у нас мировом кризисе несколько орхидема академии на больше не имеет иммунитета к снижению энергии то есть вот этот вот пунктик интересен чем я не знаю теперь получается нам надо будет разброс по сути качаете вот так вот уже у меня уже скинули а уже демон наверное имеет ему и все-таки нормально ходим он не может получить больше урон от одной атаки здесь иммунитета есть но надо будет протестировать тут уже что-то у нас поменялось вызывает монстров отражает урон люди уже понабивали больше и так вот теперь у нас будет отображаться все то есть вы убиваете в раз там убиваете его еще раз да скорее всего что все-таки поменялся разброс теперь на него действует посмотрим но у меня уже попыток нету убили раз вам будут давать x1 убили второй раз будет давать еще раз то есть совсем другая система на архидемоне у нас уже будет поэтому тоже сделаем уже на во время следующего архидемона отдельный обзорчик так дальше у текущего архидемона будет обновлен навык также в этом будет несколько архидемона вот так вот написано у нас дальше у нас ребята седьмой руны добавлены не знаю многих бомбит я тоже принципе не понимаю откуда я буду брать столько красных кристаллов 120 тысяч надо будет три рунки 6 лавала это еще плюс по 94 по моему сейчас посмотрим 96 и на 6 уже соответственно надо будет 30 и тогда мы сможем сделать семерочку вот так вот ну это очень интересно и конечно но к сожалению на нашем сервере просто сундуков не продают с кристаллами как на других так ну что дальше дальше уже такого ничего интересного нету эмблема отображается и корректно так награды таблица рейтинге применована в сила лучше написание железная воля не будет приводить неправильно функционированием нити так выглашению короче такое повелитель бури будет активироваться с основной атаки теперь пропуска экспедиции не будут стирать выбраны для прохождения героев экспедиции так но это очень важно и что надо было написать нам ошибка эмблем теперь можно использовать самоцвета для заживания квеста использовать любую жертву вот это вот интересно это пунктик для меня очень интересный был потому что я не могу завершать вас ты из-за того что у меня все герои прокаченными некуда сливать было слизняки если за самики можно будет то в принципе неплохо так ну плюс одно место плюс 10 мест на складе у нас добавлено так акции у нас не добавили через полчаса так есть эта функция жертву тебя любую сумму кристаллов вот она не это не она там была другая немножко вот использовать любую жертву слизь я не мог использовать потому что у меня прокачены герои все на максималку теперь я могу за самики закончить вот это вот правильно я считаю очень очень хорошо в принципе все ребята вот такой вот обзорчик затянул немножко его но рассказал вам об вас обо всем в основном но я уже отдельно сейчас буду качать все и постепенно заливать инфу все пишите коменты подписывайтесь стараюсь как всегда оперативно это все делать всем пока